Техническое описание кода неисправности OBD2, эффективность ловушки NOX ниже порогового уровня 2. Что это означает? Этот диагностический код неисправности, DTS, это общий код трансмиссии, который означает, что он применяется ко всем более новым автомобилям 1996 года, Nissan, Honda, Infiniti, Ford, Dodge, Acura, Toyota и т.д. Несмотря на общий характер, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели, сохраненный P2001 означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил уровень оксида азота, NOX, который превышает запрограммированный предел. Банк 2 относится к стороне двигателя, который не содержит цилиндр номер 1, двигатель внутреннего сгорания производит NOX в виде выхлопных газов, системы каталитического нейтрализатора, которые используются для уменьшения выбросов NOX в газовых двигателях, менее эффективны в дизельных двигателях, это связано с более высоким содержанием кислорода в отработавших выхлопных газах в дизелях. В качестве вторичного метода снижения выбросов NOX в дизельных двигателях необходимо использовать систему улавливания NOX или систему адсорбции NOX, транспортные средства, оснащенные дизельными двигателями, используют системы селективного каталитического восстановления SSR, частью которых является ловушка для NOX. Циолит используется для улавливания молекул NOX, чтобы предотвратить их выброс в атмосферу, ткань циолитных соединений закреплена внутри корпуса, который выглядит как каталитический нейтрализатор, выхлоп проходит через сеть, и NOX попадает внутрь, для обновления циолитной структуры через систему впрыска с электронным управлением вводится горючий или горючий химикат, для этой цели использовались различные химические вещества, но наиболее практичным является дизельное топливо, В ССР датчики NOX используются так же, как датчики кислорода в бензиновых двигателях, но они не влияют на стратегию адаптации подачи топлива, они контролируют частицы NOX вместо уровня кислорода, PSM контролирует данные датчика NOX до катализатора и после катализатора для расчета эффективности улавливания NOX, эти данные также используются в стратегии доставки восстановителя NOX, впрыск восстановителя осуществляется с помощью инжектора, который управляется электронным способом с помощью PSM или модулятора, ССР, удаленный резервуар содержит восстановитель NOX, дизельное топливо, это напоминает маленький топливный бак, давление восстановителя создается с помощью топливного насоса с электронным управлением, если PSM обнаруживает уровень NOX, превышающий запрограммированный предел для банка 2, код P2001 будет сохранен, и может загореться индикатор неисправности, Симптомы Симптомами кода P2001 могут быть, чрезмерный дым из выхлопных газов двигателя, снижение общей производительности двигателя Повышение температуры двигателя Снижение эффективности использования топлива Причины, возможные причины этого кода двигателя Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики, для диагностики кода P2001 потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM, и источник информации о транспортном средстве, такой как All Data, DIY, я бы начал с визуального осмотра всех жгутов проводов системы и разъемов, сосредоточьтесь на проводке, Которая проложена рядом с горячими компонентами выхлопа и острыми щитками выхлопа, особенно на банке 2, проверьте выхлопную систему на герметичность и при необходимости выполните ремонт, убедитесь, что в резервуаре SSR есть восстановители и что он подходящего качества, при добавлении восстановителя следуйте рекомендациям производителя, проверьте работу рециркуляции выхлопных газов, EGR, с помощью сканера, отремонтируйте все сохраненные коды EGR, прежде чем пытаться диагностировать этот код, извлеките Все сохраненные коды неисправности и данные стоп-кадра, подключив сканер к диагностическому порту автомобиля, запишите эту информацию, это может быть полезно при диагностике прерывистого кода, очистите коды от системы и запустите двигатель, я бы позволил двигателю разогреться до нормальной рабочей температуры и провел бы тест драйв, чтобы проверить, не сброшен ли код, если он сброшен, подключите сканер и проверьте данные датчика NOX, Сусть и поток данных, чтобы включить только соответствующие данные, и он предоставит вам гораздо более точную информацию, если один из датчиков NOX не активен, проверьте, не перегорел ли предохранитель в моторном отсеке или под приборной панелью, большинство датчиков NOX имеют четырехпроводную конструкцию с проводом питания, заземлением и двумя сигнальными проводами, используйте DVOM и руководство по обслуживанию, или все данные, для проверки напряжения батареи и сигналов заземления, Проверьте выходную мощность датчика при нормальной рабочей температуре двигателя и на холостом ходу двигателя, дополнительные диагностические примечания, неправильная или отсутствующая жидкость для омоложения является наиболее распространенной причиной хранения кода P2001 Исключение клапана EGR часто является причиной неэффективности улавливания NOH Высокоэффективные компоненты выхлопа после продажи также могут привести к сохранению P2001 Продолжение следует... Продолжение следует...